Белорусская сторона сделала правильную ставку на то, что участником первого космического полета стала представительница прекрасного пола. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. По словам эксперта, женщины-космонавты обладают целым рядом преимуществ по сравнению с мужчинами, как физического, так и психологического характера, что, несомненно, позитивно отразится на выполнении поставленных задач. Белорусская сторона очень точно выбрала женщину-космонавта. Именно женщина легче адаптируется к космическому полету. Мы это видим на примере астронавтов НАСА, которые все чаще отправляют на борт МКС именно женщин. Во всяком случае, для них там больше полезной работы. Дело в том, что вообще работа на МКС только кажется каким-то романтическим занятием. Космический полет, полет во Вселенную. На самом деле там очень много технической, тяжелой, рутинной работы, которая требует внимательности, аккуратности, ну и, конечно, технических знаний. Но именно женщина точнее адаптирована к такой работе, к ежедневной нагрузке. На МКС много работы для женщин. Она должна быть точной, аккуратной и при этом монотонной, но надо выдерживать это монотонное ежедневное занятие. Ведь на МКС главная задача астронавтов и космонавтов – это сохранить свою жизнь. Ведь это очень опасное дело. Это очень непривычная среда. И там надо все время думать о том, чтобы жизнедеятельность организма поддерживать. Там очень много проблем и с кислородом, и с водой, и с питанием, и с какими-то гигиеническими процедурами, и с техническими. Все надо контролировать, чтобы работало, чтобы этот твой дом был в космосе такой же, как и на Земле. И для женщин это действительно занятие более привычное, чем для мужчин. В первые полеты в космос отправляли мужчин только потому, что очень много было неприятных технических обязанностей. Надо было управлять полетом кораблей. И для этого летчики-истребители, летчики-профессионалы, летчики, которые испытывали новую космическую технику, годились лучше. Но потом, когда космическая техника стала насыщена компьютерами, когда компьютеры взяли на себя многие функции, для женщин оказалось более привычным работать в космосе, более полезными их функции оказались, чем для мужчин. Но сочетание мужчин и женщин совсем кажется нам оптимальным. Ведь подумайте, целый год провести в очень ограниченном объеме, где все время шум вентиляторов, все время какие-то проблемы технические возникают, нет связи иногда с Землей или она неустойчивая. Это большая нагрузка на психику. И женская психика порой выдерживает эту нагрузку легче, чем мужская. Вообще женщины более адаптивны. Они легче привыкают к новому, адаптируются к сложным новым условиям. Я очень рад, что первым белорусским космонавтом стала женщина. Для Беларуси, для любой страны, это естественный путь. Показать, мы в космосе, значит, у нас есть технический потенциал. Обратите внимание и на другие изделия, которые мы предлагаем всему миру. Посмотрите, как мы хорошо делаем спутники. Значит, и другие современные машины, ну, о больших грузовиках я не говорю. В Беларуси всегда их умели делать и продавать. Вот это сегодня задача космических исследований. Не только наука, а еще и демонстрация, презентация. Ну, скажем честно, пиар, который очень хорошо воспринимается международным сообществом. Мы в космосе, значит, и на Земле мы умеем работать.